Друзья, сегодня нам в руки попало видео, которого еще почти нету нигде в интернете. На этом видео мы можем видеть, как Димаш прощается со своим любимым дедушкой, которого не стало на днях. Как утверждает источник, а именно индонезийский фан-клуб Димаша, в данном ролике мы с вами видим, как люди молятся. Я не буду что-то конкретное утверждать из-за недостатка какой-либо информации, поэтому буду ссылаться на первоисточник. Как утверждает индонезийский фан-клуб Димаша, Димаш вместе со своими родными и близкими в окружении людей, которые также пришли помолиться за упокой хорошего человека, все эти люди произносят молитву Джаназа. Пока это все, что известно с момента новости о смерти Кудайбергена-старшего. Мы от лица нашего канала Диподкаст еще раз выражаем самые искренние соболезнования семье Димаша. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Димаш Индонезия и увидел, что действительно был опубликован пост, и вот что пишет автор данного поста, цитата. Какое счастье, что так много людей молятся за любимого дедушку Димаша Кудайбергена. Молитва Джаназа в мечети Азирет Султан, Астана, 15 июня, 10 часов утра. Дорогие, давайте помнить и уважать, что у всех нас есть разные культуры и происхождения. В мусульманской общине не считается неуважительным присутствовать и делиться молитвой Джаназа. Наоборот, рекомендуется присутствовать, и чтобы как можно было больше людей приходили и наблюдали. То, что вы видите на видео, это не похороны, это общественная молитва, известная как молитва Джаназы. Ее часто делают на открытом поле или мечети. Здесь всех призывают молиться за усопших. Знаете вы их или же нет? Это одно из обязанностей и подарков, которые могут сделать живые мусульмане для своих ушедших соотечественников. И это считается честью видеть, как многие люди собираются вместе, чтобы помолиться за своих близких. Так что, пожалуйста, не спрашивайте, или еще хуже, не атакуйте казахские национальные новостные каналы или Диэрс, присутствовавших на молитве. Которые поделились своими видео и фото молитвы. Это было бы неуважительно. Молитва Джаназа не является частной. Она публично и делится тем, что она прошла хорошо с большим количеством людей, является частью для умерших. И напоминает другим мусульманам молиться за умерших в свободное время, когда это возможно. Конец цитаты. Сами же авторы ссылаются на то, что источником данного материала было казахское информационное агентство Халик Юни. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Акбар, Аллаху Акбар. Акбар, Аллаху Акбар. Как мы с вами знаем, Димаш в последнее время был в Америке, где занимался работой над новым материалом. Но, конечно же, в этот день он вместе со всеми остальными членами семьи присутствовал на прощании с любимым дедушкой Кудебергеном. Конечно же, он не мог такое пропустить. Я считаю, что это очень хорошая и добрая традиция, когда такое количество людей пришли на прощание с человеком. Это, конечно же, говорит о многом. И как много этот человек значит для всех этих людей. Конечно, всегда очень больно и сложно провожать своих родных в последний путь. Но это необходимо делать. И мы все это прекрасно понимаем. Это уже наше второе видео о прощании с этим хорошим человеком. И, конечно же, я снова прошу вас о том, чтобы в комментариях под этим видео также не было никаких плохих слов. Сегодня у нас только добрые и светлые слова. Слова соболезнования. Сегодня мы прощаемся с прекрасным человеком. Дедушкой, отцом, мужем. Мы всегда думали и будем думать об этом человеке только хорошее. И вспоминать его только светлыми мыслями. Спасибо вам большое за все то, что вы сделали. Спасибо вам за то, что вы воспитали таких прекрасных... Спасибо вам за то, что вы воспитали таких прекрасных детей и внуков. Спасибо вам за все. От лица канала ДиПодкаст я еще раз передаю слова поддержки и соболезнования всем... Всем родным и близким. Спасибо вам за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!